Приветствуем гостей вебинара, посвященного аспирантской программе, реализуемой в юридическом институте РУДН «Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве». Меня зовут Анастасия Щербина, я являюсь сотрудником приемной комиссии юридического института. О данной программе вам расскажет Зинковский Сергей Борисович, доцент кафедры теории права и государства. Сергей Борисович представит эту аспирантскую программу, а я отвечу на вопросы, касающиеся правил поступления в аспирантуру юридического института. Сергей Борисович, вам слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наша программа называется «Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве». Эта программа уникальна тем, что она межкафедральна, как, собственно говоря, и научная специальность, по которой мы выпускаем кандидатов юридических наук. Соответственно, эта программа реализуется усилиями двух кафедр. Кафедра теории права и государства Юридического института Российского университета дружбы народов. И кафедра истории права и государства нашего Юридического института Российского университета дружбы народов. Такой подход нам представляется вполне обоснованным, потому что он позволяет создавать исследовательские работы серьезного уровня глубины. Потому что любая теоретическая проблема, вне ее исторического осмысления, оказывается освещена не в полной мере. А когда речь идет об освещении этой проблемы со всех сторон, то мы получаем полную картину происходящего. Если говорить о профессорско-преподавательском составе, который задействован в организации проведения нашей программы аспирантуры, следует отметить, что в целом в программе задействованы 10 преподавателей обеих кафедр. В числе этих преподавателей 6 докторов юридических наук. В частности, из этих 6 докторов юридических наук, трое являются заслуженными юристами Российской Федерации. Каждый из наших профессоров, Марина Викторовна Немытина, Андрей Александрович Кришес, Николай Александрович Ласенко, Геннадий Ларионович Мурнцев, Константин Елизарович Сигалов и Эмисим Иванович Кимов, специализируются на особых группах теоретика правых и историка правых вопросов. И в зависимости от того, к чему, к какой тематике у обучающегося имеется склонность, какое желание имеется у обучающего относительно содержания будущего исследования, характера будущего исследования, ему определяется один из руководителей. В первую очередь, естественно, аспиранты попадают к профессорам, и только если доля обучающихся, которые прикреплены к конкретному профессору, превышает определенное число, только после этого аспирантам может быть назначен в качестве научного руководителя доцент нашей кафедры, один из доцентов, который имеет право на осуществление научного руководства. Но мы все равно стремимся к тому, чтобы наши аспиранты постоянно контактировали именно с профессорским составом, потому что широта диапазона знаний, которыми обладают эти уникальные специалисты, таков, что мы полагаем очень полезным, разнакомлением их с нашими аспирантами. Если говорить о цели нашей аспирантской программы, то цель в целом соответствует государственному стандарту, это подготовка аспирантов к научно-исследовательской и аналитической деятельности в области права, и второй важной целью мы ставим написание диссертации на соискании ученой степени кандидата юридических наук. Мы стремимся сделать так, чтобы к окончанию аспирантуры и к сдаче выпускных квалификационных экзаменов у обучающегося уже был готов текст кандидатской диссертации с тем, чтобы сразу по получению диплома об окончании аспирантуры он мог выйти на защиту. Также у нас поощряется выход на досрочную защиту при обучении в аспирантуре. Если говорить о сроках и о формах обучения, то форма обучения очная длится 3 года. Очная аспирантура по нашей программе бывает как в бюджетной форме, так и в контрактной форме. Язык обучения русский, однако в настоящее время в нашем университете активно стимулируется защита на иностранных языках. Это означает, что аспирант, который выходит на защиту, может выбрать тот язык, на котором он хочет защищаться. Юридический институт осуществляет содействие в переводе работы и необходимой документации для защиты на иностранном языке. И лицо защищается на соответствующем иностранном языке. По результатам обучения на программе аспиранту, окончившему аспирантуру, присваивается квалификация преподавателя и исследователя, что позволяет ему осуществлять как практическую деятельность вне научных и учебных заведений, так и, соответственно, практическую деятельность в каком-либо из вузов, либо в каком-либо из научных учреждений, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Учитывая достаточно серьезную языковую подготовку, которая также сопутствует обучению по нашей программе, работа за рубежом также представляется достаточно вероятной для ее выпускников. Если характеризовать изучаемые дисциплины, то акцент в нашей программе все-таки поставлен именно на подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук и на приобретение практических навыков преподавателя. Поэтому количество изучаемых дисциплин не столь велико, однако, тем не менее, характер и содержание этих дисциплин позволяют лицу получить достаточно объемную информацию относительно теоретика правого материала и историка правого материала, которые он может воспользоваться при написании своей кандидатской диссертации. Вся программа делится на базовую вариативную часть и дисциплины по выбору. Соответственно, в зависимости от того, на какой теме специализируется аспирант, вот эта его специализация может быть учтена как раз при выборе дисциплин из трех предложенных в правом квадратике, вы можете наблюдать на презентации. Все дисциплины у нас преподаются профессорами кафедры теории либо профессорами кафедры истории права и государства, за исключением тех дисциплин, которые имеют общий образовательный характер и, соответственно, отнесены к иным кафедрам. При завершении обучения в рамках нашей программы наши выпускники, как правило, занимаются аналитической работой. Спектр организаций, где они осуществляют свою практическую деятельность, достаточно широк. Кроме того, мы поощряем то, чтобы наши выпускники аспирантуры обновляли наши преподавательские кадры и по возможности сохраняли связь с Российским университетом дружбы народов, осуществляя сотрудничество с ним в какой-то форме, либо будучи штатным преподавателем нашего ВУЗа, либо совмещая преподавательскую деятельность с какой-либо иной сферой профессиональной активности, которую они считают для себя основной. Если говорить о практическом компоненте нашей программы аспирантуры, он достаточно серьезен по объему и по соотношению общего объема часов с объемом часов, отведенных на аудиторные занятия, практики занимают достаточно серьезное количество времени. В частности, в нашей аспирантуре имеются две практики. Они направлены на формирование разных навыков и компетенций. В частности, во-первых, это практика педагогическая, где аспирант приобретает опыт преподавания базовых юридических дисциплин. Мы стараемся знакомить наших аспирантов с самыми прогрессивными методиками обучения права. В частности, акцент делается на том, чтобы наши аспиранты получили навыки преподавания в интерактивных формах. Естественно, педагогическая практика осуществляется под руководством опытных педагогов и профессоров наших кафедр. И, соответственно, сначала, естественно, аспирант знакомится с указанной методикой проведения занятий, потом постепенно, в течение нескольких семестров, его начинают допускать к студенческой аудиториям, где он получает бесценный навык общения непосредственно с студентами. Если говорить о научно-исследовательской практике, то акцент в ней ставится на правильном построении аспирантом алгоритма исследования. Здесь аспирант, работая со своим научным руководителем, не лишен возможности общаться с любым иным профессором кафедры. Естественно, любые методические сложности, возникающие у аспиранта при написании его кандидатской диссертации, обсуждаются на заседаниях кафедра, где аспирантам даются соответствующие рекомендации. Кроме того, учитывая то, что аспирант это, по сути, уже ученый, кафедра нацелена на то, чтобы закреплять и углублять его теоретические знания. И, кроме этого, кафедра способствует приобретению аспиранта новых навыков проведения исследований, коими он не успел овладеть, например, в магистратуре, поскольку объем этих навыков и их характер, которые преподаются в аспирантуре гораздо глубже и серьезнее, чем на магистрском уровне обучения. В целом, на этом слайде вы видите основные контакты наших кафедр. Соответственно, если вы заинтересованы в обучении в аспирантуре по тематике, относящейся к специализации кафедры теории права и государства, вы можете обратиться по указанному адресу и электронному адресу. Если по истории, то, соответственно, вы выбираете другой адрес кабинета и другой электронный адрес. В любом случае, обе кафедры будут готовы помочь вам, куда бы вы не обратились. У нас теплые дружеские отношения. И мы всегда стремимся к объединению усилий, для того, чтобы наши выпускники могли гордиться тем учебным заведением, которое они окончили, и чтобы мы могли гордиться нашими выпускниками. Спасибо большое за внимание. Я готов ответить на все ваши вопросы. Пока мы тогда ждем вопросов по именно этой аспирантской программе, я отвечу на самые частые вопросы, касающиеся поступления. В соответствии с приказом ректора, всего 5 бюджетных мест на очную форму обучения, 32 контрактных места. Стоимость обучения в год 312 100 рублей. Прием документов на очную форму обучения начинается для бюджета с 20 июня и заканчивается 22 июля. Для контрактной формы обучения начинается с 20 июня и заканчивается 12 сентября. Порядок предоставления и перечень необходимых документов. Нужно предъявить оригинал паспорта и предоставить следующие документы. Копию паспорта со страницей постоянной регистрации, оригинал документа об образовании установленного образца или его копию. Заверять копию не требуется. Копия документов, которые копии тоже не требуется заверять, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего при наличии, результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема. Иные документы предоставляются по усмотрению поступающего. И две фотографии 3х4, черно-белый и матовый. Вступительные испытания для бюджета начинаются с 23 июля и заканчиваются 27 июля. Для контракта с 23 июня и заканчиваются 18 сентября. Вступительные испытания состоят из билетов, в котором 4 вопроса, максимальное количество баллов, которые вы можете получить 100, соответственно на каждый из вопросов отдаются 25 баллов. Первый вопрос по теории государства и права. Второй вопрос по истории отечественного государства и права. Третий вопрос по истории государства и права зарубежных стран. И четвертый вопрос по истории политических и правовых учений. Нижней границей оценки знаний является 50 баллов. Абитуриенты, получившие более низкую оценку, конкурсному отбору не допускаются. И также в 2020 году РУДН предусмотрена подача документов в электронной форме. Это основные моменты, касающиеся поступления. И если у вас больше нет вопросов, то спасибо Сергею и Борисовичу за то, что представили эту программу аспиранскую. И вам, дорогие участники, спасибо за участие. Приглашаем вас.